МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители США выступил с заявлением, осуждающим Турцию. В древнем городе Перея Западной Армении завершены раскопки на 2020 год. Заявка паломничества к монастырю святого апостола Фаддея включена в список ЮНЕСКО. 20 декабря во всех церквях будет отслужена панихида попавших героям. Согласно постановлению парламента Западной Армении номер 28, 10 декабря 2020 года вторая сессия парламента Западной Армении и четвертого созыва состоится 19-20 декабря. Будут представлены новые депутаты Национального собрания, новые министры правительства, утверждена дата подготовки. Новой программой правительства подведены итоги деятельности государственных структур Западной Армении за прошедший год. Заседание начнется в субботу, 19 декабря 2020 года, в 9.30 в Женеве, в 12.30 по ереванскому времени. Напомним, заседание онлайн принимает участие депутата Национального собрания Западной Армении порядка 30 стран. Телевидение Западной Армении будет информировать вас о сессии. С эскалацией Карабахского конфликта у медучреждения Арцаха много потребностей. В послании, распространенном Международным комитетом Красного Креста, в частности говорится, чтобы отреагировать на эскалацию и предотвратить распространение вируса, мы предоставили все необходимое в больнице Арцаха. К ним относятся средства индивидуальной защиты, антисептики, хирургические материалы и генераторы. 17 декабря 2020 года в Брюсселе состоялось третье заседание Совета партнерства Армения-ЕС. Как сообщили Армен Пресс, в представительстве Евросоюза в Армении на заседании представительствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Бюрель. Участие принимал и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархи. Армянскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Республики Армения Арай Вазян. ЕС и Армения также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в его окрестностях, роль ЕС с момента прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года, а также и другие региональные вопросы. ЕС твердо привержен оказанию содействия социально-экономического восстановления Армении и продолжающихся внутренних реформ в интересах граждан и бизнеса Армении. «Уделяя приоритетное внимание правительственной реформе в сферах правосудия и полиции, мы готовы обсудить дальнейшую помощь Армении в решении состоящих перед ней задач. Мы готовы представить гуманитарную помощь в размере 10 миллионов евро, чтобы работать над более комплексным разрешением конфликтов. И для долгосрочного социально-экономического развития отметил комиссар ЕС по вопросам расширения европейской политики соседства Оливер Вархи». Председатель Комитета Палаты, представители по иностранным делам Элиот Энгель, высокопоставленный член Комитета от республиканцев Майкл Маккл выступили с заявлением, в котором осудили турецкое правительство действия президента Реджеп Тайпер Дагана, направленные против НАТО, а также политику страны в ряде других областей. В заявлении, в частности, говорится, провокационное поведение Турции в двусторонних отношениях на протяжении десятилетий создает угрозу для региона в целом и для НАТО. В частности, сила турецко-американских отношений чрезвычайно важна, поэтому мы считаем, что необходим более сильный ответ на дестабилизацию со стороны Турции. Страны-члены НАТО и европейские союзники, работая с другими союзниками, должны сделать все возможное, чтобы изменить политическую ориентацию Турции. В своем заявлении конгрессмены выразили обеспокоенность покупкой Турции и российского оружия. Конгрессмены осудили использование Турции наемников в Сирии и Нагорном Карабахе, а также поиски природных ресурсов в водах Греции и Кипра. Начатые в этом году раскопки в древнем городе Пере, одном из пяти крупных городов цивилизации Камагена в Западной Армении, завершены. Раскопки в старом городе Пере, которые начались в 2001 году и закончились в 2009 году, возобновились в 2020 году. В результате раскопок выяснилось, что территория Мавзолея в более поздние периоды была превращена в жилую зону. Во время раскопок были обнаружены многочисленные монеты, украшения и керамика. В скале, вырытой в этом районе, были найдены в два саркофага. Раскопки города продолжаются в марте 2021 года. 17 декабря на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия было принято решение включить в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества совместную поданную Арменией и Ираном заявку к паломничеству к монастырю святого апостола Фадея. Об этом сообщили в МИД-эра. Глава армянской делегации, постоянный представитель Республики Армения при ЮНЕСКО посол Кристиан Терстепанян поблагодарил комитет за решение включить заявку паломничества к монастырю святого апостола Фадея в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В частности, он отметил, что регистрация данной заявки стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с Ираном. Посол подчеркнул, что данная инициатива является свидетельством крепких дружеских отношений, установленных между Арменией и Ираном, а также о приверженности двух стран ценностями поощрения, терпимости и культурного разнообразия. По распоряжению католикоса всех армян Григино II 20 декабря в армянских церквях по завершении священной литургии будет отслужена поминальная служба за упокой душ героев, павших в Арцахской войне. Об этом Армен Пресс сообщили в пресс-службе Первого престола. Напомним, что 19 декабря в Республике Армения будет объявлен трехдневный траур в память о жертвах войны. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитас Шорор. Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok